Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 октября. Страдания и чудеса святого славного великомученика Дмитрия. Святой великомученик Дмитрий, сын благородных и благочестивых родителей, происходил из города Салуни, где отец его был воеводою. В то время нечестивые цари воздвигли на христиан жестокое гонение. Поэтому отец Дмитрий, тайно веровавший в Господа нашего Иисуса Христа, исполнявший его заповеди, не осмелился явно исповедовать пресвятое его имя, боясь страшных угроз язычников. Внутри палатства их сокровенной горницы он имел две святые иконы, украшенные золотом и каменями. На одной из них было изображение Господа нашего Иисуса Христа, а на другой – пресвятой Богоматери. Перед теми иконами он возжигал свечи, воскурял семьям. В этой уединенной храмине он вместе с супругой своей часто возносил молитву истинному Богу, вышних живущему, единородному сыну его и пренепорочной владычице. Эти благочестивые супруги щедро отделяли нищих милостыней и никогда не отказывали людям нуждающимся. Одно лишь сильно печалило их – не было у них детей. Они усердно просили Господа, чтобы одаровал им наследника, и спустя несколько времени желание их исполнилось. Всевышний внял их молитвам и даровал им сына, святого Дмитрия. Велико было ликование родителей, сильно они благодарили Господа. Вся Солунь разделяла радость своего воеводы, который устроил трапезу для всего народа, особенно же для убогих. Когда отрок возрос и мог уже постигать истину, родители взяли его в храмину, где были святые иконы, и, указывая на них, сказали «Вот изображение единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, а это образ Пресвятой Богородицы». Они научили его святым заповедям Христовым, объяснили ему все, через что человек может познать Господа нашего Иисуса Христа, и представили ему, насколько суетна и пагубна вера в скверных богов языческих. С этого времени Дмитрий, вразумляемый как словами своих родителей, так в особенности наставляемый свыше Духом Святым, познал истину. Уже Божья благодать почевала на нем. Всей душой уверовал он в Господа и, поклоняясь святым иконам, с благоговением лобызал их. Тогда родители Дмитрия, призвав священника и некоторых известных им христиан, в потаенном своем храме крестили отрока во имя Отца и Сына и Святого Духа. Восприняв святое крещение, Дмитрий получался истинной вере, возрастал как годами, так и разумом, поднимался все выше и выше по лестнице добродетелей, и благодать Божия все более просвещала и вразумляла его. Когда Дмитрий достиг совершеннолетнего возраста, родители его переселились из этой временной жизни, преподав своему сыну пример богоугодной жизни и оставив его наследником всего имения. Между тем, царь Максимиан, узнав о смерти воеводы Солунского, призвал к себе сына его, святого Дмитрия. Заметив, что он разумен и храбр в боях, царь назначил его правителем всей Солунской области, поручая ему такую должность, и он сказал, «Сохраняй родной твой город и очисти его от нечестивых христиан, предавай смерти каждого, кто только призовет имя распятого». Приняв царское назначение, Дмитрий возвратился домой и с честью был встречен с жителями города. Уже давно он желал утвердить в родном городе свет истинной веры и скорбел, когда видел, что жители Солуни поклонялись бездушным идолам. Теперь, по прибытии в город, тот час же перед всеми он начал исповедовать и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Он всех поучал за поведям Христовым, обращал язычников к святой вере и искоренял скверные многобожие. Словом, он был для Солуниан старым апостолом Павлом. Слух об этом скоро дошел и до самого Максимиана. Царь, узнав, что поставленный им правитель Дмитрий христианин и многих уже обратил в свою веру, сильно разгневался. Как раз в то самое время, возвращаясь с Армадской войны, царь остановился в Солуни. Еще до прибытия Максимиана в город, Дмитрий припоручил своему верному слуге по имени Луппу все имущество, доставшееся ему после родителей. Золото, серебро, драгоценные каменья, одежды, и велел все это раздавать бедным и нуждающимся. Раздели это богатство земное между ними, прибавил святой. Будем искать тебе богатства небесного. А сам стал молиться и поститься, готовясь таким образом к венцу мученическому. Царь немедленно начал узнавать, правда ли то, что слышал он о Дмитрии. Бестрепетно выступясь перед царем, Дмитрий исповедовал себя христианином и стал порицать языческое многобожие. Злой мучитель тотчас же приказал заключить исповедника истинной веры в темницу. Войдя туда, святой молился словами пророка Давида. Ибо ты, надежда моя, Господи Божий, упование мое от юности моей, на тебе утверждался я от утробы, ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не пристанет. Радуется уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. Псалом 70. Псалом 70. Псалом 70. Псалом 70. Мичем в знаменитом 70. В ярком свете предстал перед ним небесный посланник с прекрасным райским венцом и сказал, «Мир тебе, страдалец Христов, вгружайся и крепись!» Святой же отвечал, «Радуюсь о Господе и веселюсь о Боге, спаси моим!» Это явление ангела утешило и ободрило святого страдальца. Еще сильнее желал он запечатлеть своею кровью исповедание истинной веры Христовой. Между тем царь устроил игры и стал забавляться зрелищами. Был у него один выдающийся боец, родом вандал, по имени Лий. Приказав для него построить высокие подмостки, Максимиан с большим удовольствием смотрел на то, как Лий борется со своими противниками, не извергая их с высоты, на копья, предает их мучительной смерти. Среди зрителей находился один юноша-христианин по имени Нестор. Узы духовной дружбы соединяли его со святым Димитрием, который был его наставником в вере. Видя, что Лий многих убивает и особенно сильно губит христиан, последних насильно заставляли вступать в бой с Лием. Этот юноша, воспрянув духом, пожелал сразиться с царским борцом. Но прежде нежели вступить в бой, он отправился в темницу к святому Димитрию. Здесь Нестор рассказал ему все, что делает Лий. Сообщил, что желает вступить в борьбу с сим немилосердным губителем, христиан, и просил у святого благословения и молитвы. Ознаменов его крестным знамением, Димитрий предрек ему, «Ты одержишь победу над Лием и претерпишь муки за Христа». Подойдя к месту зрелища, Нестор во всеуслышание воскликнул, «Боже Димитриев, помоги мне в борьбе с моим противником!» Затем, вступив в бой с Лием, он одолел царского борца и сбросил его вниз с помоста на острые копья. Гибель Лии сильно опечалила царя. Он тотчас же приказал предать смертной казни блаженного Нестора, его память 27 октября. Но это не могло утешить Максимиана. Весь день и всю ночь жалел он о смерти Лия. Узнав, что Нестор вступил в единоборство с Лием по совету и благословению Димитрия, царь повелел и святого великомученика пронзить копьями. Лий, думал беззаконный мучитель, был незринут рукой Нестора на острые копья. Какую смерть потерпел он, такую же должно претерпеть и святому Димитрию. Пусть он погибнет той же смертью, какой погубил и нашего любимого борца Лия. Но безумный мучитель обольщался, полагая, что смерть праведника и грешника одинакова. Он заблуждался всем, ибо смерть грешника влюта, а кончина святых честна пред очами Господа. Лишь только забрежилось утро 26 октября, в темницу к Димитрию вошли воины. Они застали святого мужа стоящим на молитве. И тут же устремились на него и пронзили копьями. Так предал сей исповедник Христов в руки Создателя честную и святую душу свою. Это было около 306 года. Ночью христиане тайно взяли тело святого, бесчестно поверженного в прахи, и благоговейно погребли его. На месте блаженной кончины святого великомученика находился верный раб его, вышеупомянутый Луп. Он благоговейно взял ризу своего господина, орошенную его честной кровью, в которой омочил и перстень. Этой ризой и перстнем он сотворил много чудес, исцеляя всякие болезни и изгоняя лукавых духов. Слух о таких чудесах разнесся по всей Салуне, так что все больные стали стекаться к Лупу. Узнав об этом, Максимиан приказал взять блаженного Лупа и отрубить ему голову. И так добрый раб последовал за господином своим святым Дмитрием в обители небесные. Когда уже прошло много времени, и гонение на христиан прекратилось, над гробом святого Дмитрия воздвигли небольшой храм. Здесь совершалось много чудес, и много болящих получали исцеление от своих недугов. Один иллирийский знатный вельможа по имени Леонтий спал в тяжкий, неизлечимый недуг. Слыша о чудесах святого страстотерца, он с верой обратился к святому великомученику Дмитрию. Когда его внесли в храм и положили на том месте, где были погребены мощи святого великомученика, он тотчас получил исцеление и стал совершенно здоровым, благодаря Богу и прославляя его угодника святого Дмитрия. По чувству благодарности к святому Леонтий захотел выстроить в честь всего славного великомученика великую и прекрасную церковь. Прежний небольшой храм был разобран, и вот, когда стали копать ров для фундамента, были обретены мощи святого великомученика Дмитрия, совершенно целые и без всякого тления. Из них истекала благовонная мира, так что весь город наполнился благоуханием. На это духовное торжество собралось много народа. С великим благоговением святые мощи были взяты из земли, причем бесчисленное множество больных получали исцеление через помазание истекавшим миром. Леонтий радовался не столько о своем исцелении, столько об открытии святых мощей. Скоро окончил он начатое дело и построил на том месте прекрасный храм во имя святого Дмитрия. Здесь в ковчеге, окованном золотом и серебром и украшенном драгоценными камнями, и были положены честные мощи великомученика. Но заботы Леонтия простирались еще далее. Он купил села и виноградники и отдал их на содержание служащим при этой церкви. Когда пришло ему время возвратиться на родину, он задумал взять с собой некоторую часть мощей святого, чтобы в своем городе построить церковь во имя Дмитрия. Но святой, явившись, запретил ему отделять какую бы то ни было часть мощей. Тогда Леонтий взял только обогренную кровью святого плащаницу и, вложив ее в золотой ковчег, отправился к себе в Велирию. Во время путешествия от той плащаницы по молитвам святого произошло много чудес. Раз Леонтий во время своего возвращения надлежало переправляться через одну реку, которая сильно разлилась и грозно бушевала, страх и ужас охватили его, но вдруг перед ним пристал святой Дмитрий и сказал «Возьми ковчег с плащаницей в руки и перестань бояться». Леонтий поступил по совету святого. И сам он, и бывшие с ним все благополучно переправились. Когда он возвратился к себе на родину, то прежде всего построил прекрасный храм во имя святого великомученика Дмитрия. Призываясь верой имя сего великого подвижника Христова, Леонтий по молитвам святого сотворил чудеса. Правитель Лирии был сильно болен, так что гной и струпья покрывали все его тело от головы до ног. Но Леонтий избавил болящего от его тяжкого недуга, обратившись с молитвой к святому Дмитрию. Так же дивно исцелил он одного кровоточивого, уврачевал другого беснующегося. Много и других чудес там произошло по молитвам святого. Но особенно много было чудес в Солуне, где почивали мощи сего великомученика. Однажды в храме, посвященном святому великомученику, произошел пожар. Особенно сильно повреждена была серебряная сень над мощами угодника Божия. От огня она расплавилась. Бывший в то время архиепископ Ессерий весьма заботился о том, чтобы вновь сделать сень. Но у него было слишком мало серебра. В этом храме находился серебряный трон, оставшийся совершенно неповрежденным во время пожара. Этот трон и задумал архиепископ перелить на сень ко гробу святого, но пока еще не сообщал никому о своем намерении. В то же самое время при этом храме был один благочестивый пресвитер по имени Дмитрий. Святой великомученик явился ему и сказал, «Иди и скажи епископу города, не дерзай переливать трона, который находится в моем храме». Дмитрий тот час же отправился к Евсеве и сказал ему, чтобы он отказался от своего намерения. Архиепископ сначала сильно был поражен словами пресвитера, но потом, полагая, что Дмитрий мог как-нибудь узнать его намерение, перестал дивиться этому и даже сделал выговор пресвитеру. Спустя несколько дней архиепископ уже приказал явиться к себе мастерам. В это самое время к Евсеве вторичным приходит пресвитер Дмитрий и сказал, «Святой великомученик снова явился мне грешному в сонном видении и приказал сказать тебе, ради любви ко мне не переливай трона». Архиепископ также сурово отпустил пресвитера, но, однако, пока не велел переливать трона. Через несколько времени он опять хотел был отдать трон, но, сквятой Дмитрий, вившись к тому же пресвитеру, сказал, «Не унывайте, я сам забочусь о моем храме и городе, предоставь мне самому попечение о том». Тогда архиепископ уже не мог воздержаться от слез и сказал всем окружающим, «Подождем немного, братья, ибо нам обещал свою помощь сам угодник Христов». Не успел архиепископ кончить свои речи, как пришел один солунский гражданин по имени Мина и принес с собой семьдесят пять фунтов серебра. «Часто святой Дмитрий, — говорил Мина, — избавлял меня от опасности и даже спасал от смерти. Я уже давно хотел сделать пожертвование в храм моего милостивого покровителя и дивного заступника. Но не с самого утра какой-то голос пробуждал меня. «Ступай, сделай то, что намеревался давно сделать». Отдавая серебро, Мина пожелал, чтобы это серебро было истрачено на сень ко гробу великомученика. После этого явились и другие граждане Солунские и также принесли серебро. Из пожертвований была сделана прекрасная сень к гробнице святого великомученика Дмитрия. Царствование императора Маврикия царствовал от 582 до 603 года. Авары потребовали большой дани от жителей Византии, но Маврикия отказался исполнить их требования. Тогда они собрали громадное войско, в состав которого входили главным образом славяне, и решили взять Солунь, отличавшуюся своей обширной торговлей и великим богатствами. Хотя император Маврикии прислал на этот город войско, но свирепствовавшая незалого перед тем язва сильно уменьшила число солунских жителей. Да и число неприятельского войска было громадно, оно простиралось до ста тысяч. Еще дней за десять до прибытия врагов святой Дмитрий явился архиепископу Евсерию и сказал, что городу грозит страшная опасность. Но солуняне думали, что неприятельское войско приблизится к городу еще не скоро. Вдруг, вопреки ожиданиям, неприятель показался недалеко от городских стен. Он даже мог бы беспрепятственно войти ночью в город. Но могущественная десница Всевышнего по молитвам святого Дмитрия остановила дивным образом страшных врагов недалеко от города. Враги приняли один из укрепленных монастырей, находившийся вне города, за самую солунь и простояли под ним целую ночь. Наутро они заметили свою ошибку и устремились на самый город. Неприятельские отряды прямо пошли на приступ. Но тут, на городской стене, на глазах у всех, появился святой Дмитрий в виде вооруженного воина и первого из неприятелей, который поднялся на стену, он поразил копьем и сбросил со стены. Последний падай увлек за собой других наступавших. Ужас тогда вдруг овладел врагами, они немедленно отступили. Но осада не окончилась, она только еще начиналась. При виде множества врагов отчаяния владела даже самыми храбрыми. Все сначала думали, что гибель города неизбежна. Но потом, видя бегство врагов и покровитель стадивного заступника, жители ободрились и стали уповать, что защитник Солуни, святой Дмитрий, не оставит своего родного города и не допустит, чтобы он достался врагам. А между тем неприятели начали осаждать город, придвинули орудия и стали потрясать основание городских стен. Тучи, стрелы, камни и пущенных изметательных орудий застилали свет дневной. Вся надежда оставалась на помощь свыше. И толпы народа наполняли храм во имя святого Дмитрия. Во время в городе был один богобоязненный, весьма добродетельный человек по имени Иллюстрий. Придя ночью в церковь святого великомученика Дмитрия, он в церковном притворе горячо молился Богу и его славному угоднику от избавления города от врагов. И вдруг сподобился узреть дивное видение. Перед ним пристали два неких светлых юноши, кои были похожи на царских телохранителей. То были ангелы божии. Двери храма сами распахнулись перед ними, и они вошли внутрь церкви. Иллюстрий последовал за ними, желая посмотреть, что будет потом. Войдя, они громогласно сказали, «Где находится господин, живущий здесь?» Тогда явился другой юноша, по виду похожий на слугу, и спросил их, «Для чего он нужен вам?» «Подь послал нас к нему», — отвечали они, — «чтобы сказать ему нечто». Указав на гроб святого, слуга юноша сказал, «Вот он». «Возвести ему о нас», — сказали они. Тогда юноша поднял завесу, и оттуда навстречу пришедшим вышел святой Дмитрий. Видно, он был такой, как его изображают на иконах. От него исходил яркий свет, подобный солнечному. От страха и ослепительного блеска иллюстрий не мог смотреть на святого. Пришедшие юноши приветствовали Дмитрия. «Благодать да будет с вами», — ответствовал святой, «что побудило вас посетить меня». Они же отвечали ему, «Владыка послал нас, повелевая тебе оставить город и пойти к нему, ибо он хочет предать его в руки врагов». Услышав это, святой преклонил голову и молчал, проливая горькие слезы. А юноша-слуга сказал пришедшим, «Если бы я знал, что пришествие ваше не принесет радости моему господину, не сказал бы ему о вас». Тогда и святой начал говорить, «Так ли изволил Господь мой, такова ли воля владыки всяческих, чтобы город, искупленный честною кровью, предать в руки врагов, которые не знают его, не веруют в него и не чтут его святого имени?» На это пришедшие отвечали, «Если бы не изволил так владыка наш, не послал бы он нас к тебе». Тогда Димитрий сказал, «Ступайте, братья, скажите владыке моему, что раб его Димитрий говорит так, «Знаю я щедроты твои, человеколюбивый владыка Господи, даже беззаконие всего мира не могут превзойти милосердия твоего. Ради грешных ты пролил свою святую кровь, ты положил за нас душу свою. Прояви же ныне милость свою на всем городе и не повелевай мне оставлять его. Ты сам поставил меня стражем этого города. Позволь мне подражать тебе, моему владыке. Дай мне положить душу свою за жителей этого города. И если им суждено погибнуть, то погибну и я вместе с ними. Не погуби же, Господи, города, где все взывают к твоему святому имени. Если люди эти согрешили, они все-таки не отступили от тебя. Ведь ты Бог кающихся». Пришедшие юноши спросили Димитрия, «Так ли отвечать нам, пославшему нас владыке?» «Да». «Отвечайте так», — сказал он, «ибо я знаю, что Господь не до конца прогневается и не вовек негодует». Сказав это, святой вошел в гробницу и священный ковчег затворился. А беседовавшие с ним ангелы стали невидимы. Вот что сподобился узреть Иллюстрии в чудесном и страшном видении. Наконец, придя к себе, он упал на землю, придя в себя, благодарил святого за попечение о городе, возносил ему хвалу за то, что он молил владыку не предавать жителей Солуни в руки врагов. Утром Иллюстрия рассказала обо всем виденном гражданам и ободрял их мужественно бороться с неприятелями. Устыхав рассказ Иллюстрия, все со связами просили Господа, чтобы он не спасал им милость, и призывали на помощь святого Дмитрия. Заступлением святого город остался цел. В скором времени враги отступили от стен с великим стыдом, не имея сил взять город, хранимый славным угодником Божиим. На седьмой день осады враги без всякой видимой причины обратились в беспорядочное бегство, побросав свои палатки и метательные орудия. На следующий день некоторые из врагов вернулись и рассказали следующее. С самого первого дня осады мы видели у вас такое множество защитников, что они далеко превосходили наше войско. Мы думали, что воинство ваше скрывается у вас за стенами. Вчера оно вдруг устремилось на нас, и мы побежали. Тогда изумленные граждане спросили, кто предводительствовал войскам. Мы видели, отвечали возвратившиеся враги огненного сияющего мужа на белом коне в белоснежной одежде. Граждане Солунские, слыша это, поняли, кто обратил врагов в бегство. Так святой Дмитрий защитил свой город. Вскоре после этого, как неприятели отступили от Солуни, другое бедствие обрушилось на этот город. Враги в великом множестве опустошали во время осады все хлебные запасы, так что в самом городе произошел великий голод. Люди в большом числе стали умирать от недостатка пищи. Видели, что его родной город гибнет от голода, святой несколько раз являлся на кораблях, плававших в море, обходил пристани и многие острова, повелевая повсюду кораблям с пшеницей плыть в Солуни, и таким образом избавил от голода свой город. Когда благочестивый царь Юстиниан 527-565 годы выстроил прекрасный великолепный храм в Царьграде во имя премудрости Божией, он послал в Солунь честных мужей, чтобы они принесли оттуда некоторую часть мощей святого на украшение и освещение вновь воздвигнутого храма. Приняв Солунь, постные приблизились к честному ковчегу, где почивали мощи великомученика, чтобы исполнить царское повеление. Вдруг из ковчега вырвался столб пламени, осыпав всех целым снопом искр, и из огня послышался голос «Стойте и не осмеливайтесь!» Объятые страхом присутствовавшие упали на землю. Затем постные, взяв только несколько перстей с того места, возвратились к царю и рассказали ему обо всем случившемся с ними. Все слушавшие их рассказ были поражены удивлением. Одну половину взятой перстей постно передали царю, а другую положили в церковную сосудохранительницу. На обязанности некоторого юноша Анисифора лежало зажигать свечи и оправлять лампады в церкви святого Дмитрия. Научаемый дьяволом этот юноша стал красть свечи и тайно продавал их, а деньги, вырученные от такой продажи, присвоял себе. Святой Дмитрий не потерпел такого злодеяния, совершаемого в храме, ему посвященном. Он явился во сне Анисифор и с величайшим снисхождением стал обличать его. Брат Анисифор, мне неприятно, что ты крадешь свечи. Через это ты присиняешь убыток тем, кто приносит их. Не менее ты вредишь самому себе. Помни, что людей, поступающих подобно тебе, ждет осуждение. Оставь это злое дело и покайся. Анисифор, проснувшись, почувствовал стыд и страх, но спустя некоторое время он забыл повеление святого и опять стал красть свечи, как делал то раньше. И наказание скоро постигло его. Однажды некий благочестивый человек, став рано утром, пришел в церковь святого Дмитрия и принес несколько больших свечей. Он зажег их, поставил у гроба великомученик и, помолившись, ушел из храма. Подойдя к свечам, Анисифор протянул руку свою, чтобы взять их. Как вдруг раздался голос из гроба святого, «Опять ты делаешь то же!» Пораженный этим голосом, как громом, Анисифор тотчас рухнул на землю и лежал, как мертвец, до тех пор, пока не вошел один из клириков. Пришедший поднял юношу, объятого ужасом. Как только Анисифор пришел в себя, он рассказал все, и свою греховную страсть, и первое явление ему во сне святого, и вторичное обличение Дмитрия, когда все, слыша такой рассказ, пришли в великий ужас. Много пленных было освобождено святым великомучеником Дмитрием от иго неверных. Так один епископ был взят варварами и заключен в оковы. Но святой явился ему, освободил его от оков. И хранимый святым епископ благополучно прибыл в Солунь. В другой раз варвары, нахлынувшие в пределы этого города, забрали много жителей. Между пленниками находились две прекрасные девицы. Они хорошо умели вышивать на пяльцах, изображать на ткани разные цветы, деревья, птиц, зверей, человеческие лица. Варвары отвели их в свою землю и отдали в дар своему князю. Узнав об их искусстве, князь сказал им, «Мне известно, что в вашей земле есть великий бог Дмитрий, который творит дивные чудеса. Вышите на полотне его изображение, и я поклонюсь ему». Девицы отвечали, «Нет, князь, Дмитрий не бог, а только великий слуга Божий и помощник христианский. Твоего требования мы не исполним, ибо знаем, что ты хочешь не поклониться ему, а надругаться над его изображением». «В моей власти», отвечал им князь, «Ваша жизнь и смерть. Выбирайте, чего вы хотите, или сделайте то, чего я требую от вас, тогда будете живы. А если не исполните моего приказания, вас немедленно казнят». Боясь погибнуть, девицы стали вышивать изображение святого Дмитрия. Перед самым днем, когда празднуется память, святого девица окончили свою работу, и ночью на 26 октября, сидя за пяльцами, они, склонившись на вышитый ими образ, начали плакать. «Не прогневайся на нас, мученик Христов», говорили они. «Мы знаем, что беззаконный князь хочет посмеяться над твоим изображением. Призываем тебя в свидетели, что мы не хотели вышивать твоего образа, нас заставили сделать это под угрозой злой смерти». Плача таким образом над изображением святого, они заснули. Во время их снасть святой Дмитрий чудесным образом, как некогда ангел Аввакума, перенес тех девиц вместе с их работой в ту же самую ночь в Салуде на свой праздник и поставил их в церкви у своих мощей во время стеночного бдения. Видя такое чудо, все удивились, а девицы, пробудившись, согласили, «Слава Богу, где находимся мы!» От удивления они не могли прийти в себя и думали, что все это происходит во сне. Наконец, они убедились окончательно, что действительно находятся в Салуне, видят перед собой гробницу святого, предстоят в его храме, где находится множество молящегося народа. Тогда во всеуслышание они стали благодарить своего заступника святого Дмитрия и рассказали все случившееся с ними. Жители Салуни, обраданные таким дивным чудом, с великим векованием праздновали тогда День памяти святого Дмитрия, а вышитый образ поставили над алтарем, и много чудес совершалось от него во славу Бога, единого в Троице. Слава, честь и поклонение от всей твари да будет ему вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.